Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева. Чебоксарский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Екатерина Разбирина и Дмитрий Заграничный. Студенты Чувашского госуниверситета. Катя сильна в медицине, она будущий врач. Дима на отлично разбирается в современных технологиях. Он учится на программиста. Вместе они свернут горы. Любовь Лакман и Роман Исаев учатся в Педагогическом университете. Оба будущие учителя музыки. Вместе поют, выступают на сцене, вместе участвуют в телепроекте. Сработанная команда будущих педагогов. Светлана Феофанова и Дмитрий Орлов. Будущие управленцы, государственные и муниципальные служащие. Они студенты Чебоксарского филиала Ранхикс. Выбрали свой вуз благодаря президентскому статусу и качеству образования. Серьезные ребята. Мария Бучурлина и Алексей Дубровин представляют Чувашскую сельхозакадемию. Маша учится на ветеринара. Алексей на экономиста. Им по плечу любое испытание. Это картина Чувашских работ с Константином Ивановым, которую народный художник Чуваший Владимир Агеев написал в 1971 году. Я экскурсоводом себя уже почувствовал. Теперь очередь студентов. А еще в этой серии они пройдут испытания стилем. Это будет очень интересно и увлекательно. Мы начинаем. Предыдущие испытания мы завершили жеребьевкой. Каждой команде выпало свое место для экскурсии. Победители веревочного этапа, студенты ЧГУ, отправились в микрорайон-университет. Сегодня мы прогуляемся по микрорайону-университет. Строительство этого микрорайона стартовало в далеком 2000 году. Сегодня тут проживает более 4,5 тысяч человек. Сдано в эксплуатацию 18 домов. А также строится целых 3 новых дома. Держать такой темп строительства помогают производственные мощности строительной компании «ТУЗ». Заглянем в их офис продаж. Застройщиком микрорайона с самого его основания является строительная компания «ТУЗ». Ветеран строительной отрасли «Чувашия». «ТУЗ» более 25 лет строит комфортные и качественные дома в Чувашской республике, а также за ее пределами. Это подтверждается многократными победами на всероссийских конкурсах. Тут трудится более тысячи сотрудников, а возглавляет заслуженный строитель «Чувашия» Николай Угаслов. «ТУЗ» занимает лидерские позиции и поэтому ему доверяют. Несомненным плюсом микрорайона является его экологичность. Здесь всегда чистый, свежий воздух, рядом «Волга» и нет производственных предприятий. Любители прогулок по достоинству оценят близость природы. Стоит сделать пару шагов из дома, и вы уже в вековом лесу. А что нас ждет внутри дома? Толщина стены 64 сантиметра. Дом построен из кирпича завода строительной керамики «Кетра». Это собственный завод компании «ТУЗ». Он находится в селе Красноармейска. Его продукция востребована не только в Чувашии, но и на Урале. Предлагаю пойти посмотреть. Мы с душой строим наши дома. Они с прекрасной теплой и шумоизоляцией. Все это благодаря использованию кирпича «Кетра». Также современным технологиям строительства. Кирпичный дом по праву считается лучшим. Днем летом прохладно, зимой тепло. Современный кирпич, он изготавливается из глины. Это максимально экологичный материал. Благодаря использованию в квартирах котлов индивидуального отопления вы сами можете решать, когда прибавить или убавить отопление. В микрорайоне работают два детских сада. В шаговой доступности находится 62-я школа и наш университет. В ближайшем будущем по проекту предусмотрено строительство двух новых детских садов. Школа на 1600 мест и спортивного комплекса. За 18 лет существенно расширилась инфраструктура микрорайона. Здесь есть все необходимые магазины, предприятия, сферы обслуживания. Другими словами, это полноценный город в городе. Очень много приходилось ходить. Я думаю, мы прогулялись по всему микрорайону, вдоль и поперек. Интересно. Очень. Да, было интересно. Я никогда не была в строящемся доме. Понравился позитивный настрой ребят. Они улыбались, несмотря на то, что что-то не получалось. Были кое-какие проблемы с качеством подготовки. Поэтому по критерию качества подготовки снизим на один балл, поставим четверку. По остальным критериям выразительность, логичность, уверенность. Я ставлю пятерку. Будущие управленцы Дима и Света стали экскурсоводами в чебоксарском филиале МНТК «Микрохирургия глаза». В 1987 году знаменитый академик Святослав Николаевич Федоров открыл чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Каждый день сюда приходят сотни пациентов разных возрастов, в котором врачи помогают вновь увидеть все краски мира. Именно в чебоксарах Святослав Николаевич Федоров начинал свою карьеру хирурга. И поэтому чебоксарский филиал МНТК является первенцем знаменитого академика. И многие разработки и введения были протестированы именно здесь. Например, знаменитая «Ромашка» была создана умельцами агрегатного завода при участии Святослава Николаевича. Этот аппарат создан для удобства, и сев в одно кресло, можно будет пройти основные этапы обследования. Святослав Федоров умел подбирать врачей и готовить из них высококвалифицированных специалистов. И сейчас в чебоксарском филиале следуют традициям и воспитывают кадры для себя. На базе клиники создана кафедра медицинского факультета ЧИГУ, а также кафедра института усовершенствования врачей. Кроме того, сам филиал получил лицензию и может обучать ординаторов. Именно в этом зале проходит конференция регионального отделения Общества офтальмологов России. В чебоксарский филиал МНДК приходят и люди, желающие улучшить свое зрение. Здесь проводят операции по коррекции дальнозоркости, близорукости и астигматизма. Когда-то у меня было плохое зрение, и я в свое время сделала лазерную коррекцию. На своем примере я могу рассказать, что такое операция по улучшению зрения. Первым делом я позвонила в клинику и записалась на прием. После чего я отправилась на диагностику, где прошла полностью все этапы обследования, начиная со страты зрения, заканчивая узкоспециализированными обследованиями для проведения операций по коррекции зрения. Во время диагностики измеряются основные параметры глаза, необходимые для определения глазных заболеваний. На основании полученных данных и осмотра врач-офтальмолог делает заключение о состоянии здоровья глаз, ставит диагноз, отвечает на интересующие вопросы и дает рекомендации. На операцию по коррекции зрения уходит не более 15 минут, при этом я находилась в сознании. Практически сразу после операции я начала видеть на единицу. Чебоксарский центр МНТК оказывает широкий спектр медицинских услуг. Обнаружение и профилактика глазных заболеваний возможны при регулярном осмотре у офтальмолога. Подобное обследование можно пройти в чебоксарском филиале МНТК. Вся история филиала – это непрерывное движение вперед. Это долгий путь от базовых лечебных операций до хирургии высшей степени сложности. Благодаря постоянному совершенствованию чебоксарский филиал является одной из ведущих клиник России. Мы использовали эти термины, они были очень тяжелы для понимания и заучивания. Нормально, нормально все. В качестве подготовки я бы поставил 4 балла. Все-таки какие-то нюансы не были учтены. Уверенность? Уверенность, конечно, на 5. Ребята очень здорово справились. Они не тушуются перед камерой. Логичность 4,5. Все-таки чуть-чуть, но не хватило. А выразительность, конечно, 5 баллов. Ребята очень уверенные. Получается, итого 18,5 баллов. Студенты ЧГПУ отправились знакомиться с передовыми технологиями в Мегафон. Но прежде заглянем в вуз, где учатся ребята. 60 лет с именем Яковлева. Именно столько лет Чувашский государственный педагогический университет носит имя общественного деятеля чувашского народа, педагога и просветителя. Старейший вуз республики на протяжении всей своей истории выполнял культурно-образовательную и просветительскую миссию, следуя заветам Ивана Яковлевича Яковлева. Да, это уже была, посмотрите, уникальная история. Будучи еще студентом, он создавал Симбирскую школу, привлекал ребят из сельской местности, помогал им осваивать профессию. И для нас, для педагогического университета, это очень важное событие, потому что Симбирская школа, которая готовила чувашских учителей, сегодня трансформировалась исторически, преемственность в Чувашском государственном педагогическом университете. И сегодня педагогический университет – один из ведущих центров образования, науки и культуры Чувашии. В год празднования 170-летия со дня рождения чувашского просветителя, череду мероприятий, посвященных этой дате, открыли Всероссийской научно-практической конференцией «Наследие Яковлева и актуальные проблемы чувашского языка, литературы и методики их преподавания», где вручили дипломы исследовательским коллективам студентов, преподавателей и сотрудников, выигравшим внутрибузовские гранты. Помимо самого учебного процесса, также привлекает творческая сторона нашего обучения и возможность выезжать на Всероссийские и даже международные фестивали. Например, в прошлом году мы ездили в город Тула на фестиваль «Всероссийская студенческая весна». Мы показывали наш театр мод и также сольно я выступала. И в этом году нас республика также выбрала в качестве представителей нашего субъекта и мы поедем в город Ставрополь представлять наш университет и нашу республику. В нашем вузе студенты могут отлично провести время в санатории «Мечта», сходить в бассейн ЧГПУ имени Яковлева. Также недавно сделали ремонт в общежитии. И вообще студентам у нас очень приятно находиться, учиться и проводить время. Педагогический университет будет и впредь хранить традиции, вдохновляться педагогическими идеями Яковлева и готовить высококвалифицированных специалистов, будущих педагогов. Всем привет! Сейчас вы видите на заднем плане главный офис компании «Мегафон» в Чувашии. Что, пойдем? Покажем, что и как там. Пойдем, с нами. Итак, мы перенеслись в салон продаж компании «Мегафон». Сюда приходят абоненты компании, которые могут пользоваться этими услугами. Здесь они могут приобрести подходящий для себя аппарат и подобрать тарифный план. Здесь работают очень приветливые и отзывчивые сотрудники. Каждый день все люди, которых я знаю, они сидят в интернете, они читают, они слушают музыку, они общаются со своими друзьями и родственниками, смотрят фильмы, сериалы, просто делают все, что угодно. И «Мегафон» как раз-таки, он представляет очень хорошую линейку тарифов, которая подойдет абсолютно каждому из нас. Например, тариф «Включайся», «Общайся», «Пиши», «Слушай», «Смотри» и «Говори». Здесь очень выгодные предложения. Вот Рома, например, этим пользуется. Давайте. Давайте мы с вами немножко осмотримся. Вот у нас вокруг очень много разных дверей, за которыми сидят у нас люди, которые работают над самым главным, над хорошей работой сотовой связи «Мегафон». Здесь у нас находится в сердце компании, ее техническая часть, которая отвечает за мобильную связь во всем регионе. Люба, ты знаешь, я сейчас, пока мы ходили, фильм качал, который полтора гигабайта весит за 40 секунд. За сколько? За 40. Серьезно? Да, это вообще рекорд. А почему так? А, не знаю, наверное, потому что мы находимся в главном офисе компании «Мегафон». И что тут есть? У нас здесь есть базовая станция сети «Мегафон». Именно она обеспечивает скорость твоего интернета. Ты же находишься близко к ней, значит, твой интернет быстрее. Рома, ты знал, что таких станций по Чебоксарам вообще огромное количество. А, то есть, получается, не обязательно приходить сюда, чтобы ходить фильмы? Конечно, нет. Мобильный интернет от сети «Мегафон» есть в каждом районе Чувашской республики. Но совсем недавно именно в Чебоксарах запустили вообще самый быстрый, летающий интернет. И мы с тобой и любой житель нашего города может попробовать его. Что-то новое такое, незнакомое совсем. Просто мы очень далеки от всего вот этого технического. И это было очень интересно, что-то новое, свежее. Было огромный объем информации, очень много всего ненужного, нужного, очень интересного. Были некоторые недостатки. Люба, конечно, исправляла все ситуации очень оперативно. Она вникала в тему и рассказывала очень интересно. Рома немножко ей проигрывал в этом плане. Поэтому за качество подготовки я могу поставить им только четверку. За уверенность, логичность и выразительность, ну, считаю, что они достойны пятерки. Может быть, могли бы сделать и лучше, но Люба сегодня была просто отлично. Маша и Леша, студенты Чувашской сельхозакадемии, изучали медицинские термины в стоматологической клинике Дентомед. Сегодня мы находимся в стоматологической клинике Дентомед. Именно здесь знают, как сделать вашу улыбку совершенной. Как известно, здоровье зубов – это здоровье всего организма. Сеть клиник профессиональной стоматологии в Чебоксарах Дентомед создавалась для людей с особыми требованиями – к качеству, комфорту, безопасности и сервису, ценящих свою индивидуальность, красоту и здоровье. Стоматологическая клиника Дентомед была основана в 2003 году. За это время помогли более 26 тысячам пациентов. В клинике используют лучшее оборудование и лучшие материалы, как в лаборатории, так и в кабинете у специалиста. Профессиональная стоматология Дентомед является инновационным центром Стоматологической Ассоциации Российской Федерации. Врачи Дентомед – виртуоза стоматология. Это врачи первой и высшей врачебной категории – отличники стоматологии Стоматологической Ассоциации Российской Федерации. Победители многих всероссийских чемпионатов стоматологического мастерства. Итак, давайте посмотрим кабинет. В работе используется самое лучшее оборудование фирмы КАВА. Прием пациентов ведется в 4 и даже в 6 рук с ассистентом, строго придерживаясь правил асептики, антисептики. Для работы используются в основном одноразовые материалы, а инструменты многоразового использования после тщательной стерилизации распечатываются непосредственно перед применением. Родители всегда с особой тщательностью подходят к выбору стоматологии для лечения зубов ребенка, что является абсолютно правильным решением. Чаще всего первое посещение проходит в форме игры. Именно благодаря такому подходу ребенок не ассоциирует врача-стоматолога с зубной болью. Передовая стоматология. Именно так можно описать клинику Дентомед. Ее гордостью являются 3D-диагностика. Это кабинет дентальной радиофизиографии и кабинет компьютерной 3D-томографии. И цифровая стоматология. Это фрезерный центр собственной зуботехнической лаборатории. В Дентомед оказывают все виды стоматологических услуг. Лечение и удаление зубов, протезирование, клиника, профессиональная гигиена полости рта, исправление прикуса, удаление зубов, зубосохраняющие операции, пластика, десны, дентальная имплантация, рентген, диагностика. Главное для врачей клиники – это достижение оптимального медицинского результата. Удобно, быстро и без боли. Как говорится, они подарят улыбку каждому. Как ты думаешь, ты справился, Алексей? Не знаю же, риск, кажется. Но тут было классно. Да, нам понравилось. Мне понравилось. Рассказывать было интересно об этом. Вот нам с ним было как. Маша и Алексей очень ответственно отнеслись к заданию. Вниклись практически во все наши сложные стоматологические термины. Я думаю, что они достойно справились с заданием. И по всем показателям я с удовольствием выставила им отлично. Ребята заслужили это. Итак, третье место в конкурсе экскурсий заняла команда «Ранхикс». Второе место поделили студенты ЧГУ и ЧГПУ. А максимум баллов заработали студенты Чувашской государственной сельскохозяйственной академии. В этом конкурсе они лидеры. Ребята, привет! Привет! Снова рад вас видеть. Сегодня мы находимся в магазине улицы Лондона. Именно здесь пройдет наше следующее испытание. Ваша задача на протяжении 20 минут сделать стильный лук. Стильный образ подобрать. И через 20 минут мы проведем контрольное взвешивание вещей, которые вы собрали. И, внимание, самое главное условие – вещей нужно набрать на сумму 1400 рублей. Максимально приближенно именно к этой сумме. Почему 1400? Потому что мы округлили самую маленькую стипендию. И именно эту сумму даем вам. Ребята, условия понятны? Как-то нету позитива у вас. Ребята, условия понятны? Да! Я в твоих глазах читаю вопрос. Неужели можно одеться на 1400 рублей? Можно. Дело в том, что сегодня в магазине улицы Лондона скидка 50%. Это значит, что килограмм вещей, да, вещи можно покупать в килограммах, можно купить всего за 750 рублей. Таким образом, вы почти 2 килограмма вещей можете купить. Фотографии, которые вы будете выкладывать в Инстаграм, обязательно должны получить наибольшее количество лайков, потому что в финале мы подведем итог, и победитель получит 2 дополнительных балла. Две пары будут проходить испытания в этом магазине, две пары пройдут испытания в другом магазине улицы Лондона, и прямо сейчас мы проведем жеребьевку. Вот она, шляпа Шерлока, и давайте с помощью нее проведем сейчас жеребьевку. Девчонки, 3, 2, 1, доставайте бумажки. Да, блин. Всем хватило? Ну ладно, ладно. Начинаем испытания. Время пошло, ребята, удачи! Поехали. Идем проверим. Прикольно. Нет? Нет. Ладно, а шорты у вас есть? Да. Я сама оделась. А ты? Я тоже сам. Розовая рубашка. Это все. Кожан, братан. Вся сила в кожанах. Он серьезно? Он так быстро? Значит, он мне потом помогать будет. Я пока только что нишки более-менее нормальные нашла. Я долго хожу, если хожу. А потом еще долго думаю, брать или не брать. Взвешиваю все за и против. Блин. Можно меня не снимать, пожалуйста? Я теряюсь, так? Микрофон хочу увешать. Тут нижнее белье. Я сюда не хочу. Дим, ты готов? Я готов. А мне помогать будешь? Дим, я не готова. Дима, посмотри, как ты лучше с кофтой или с майкой? Где же он такой? А мне с кофтой? Нам не запрещалось пользоваться подсказками консультантов, поэтому мы, конечно же, просили их о помощи, спрашивали, задавали какие-то вопросы, что же нам больше подойдет или что нам не подойдет. Магазин вообще не мое. Я не очень люблю ходить по магазинам. И тем более делать это за 20 минут, искать в спехе весь слух, а не просто одну кофточку или одни штанишки. И догадалась я использовать подсказку консультанта только в конце, когда мне нужен был шарфик, как оказалось. И у консультанта был, конечно же, я. Да, Дима мне помог хорошо. Хотя предлагал вообще шарфик стрёмного цвета. Нет, ты что-то вообще, что ли? Есть розовый, есть черный. Но штанишки мне понравились, да, Дима очень заценил. Сзади. Рубашка и сумочка на 651 рубль. Шикарные брюки Валентина, рубашка на 675 рублей. Здесь брючки джемперок и футболочка на сумму. 397 рублей. Бюджетненько живут. Джинсы, рубашка и кожаная кортка на сумму 1490 рублей. Дима, ты вообще... Потрасил силу. Кока-кола. Так, нет времени смеяться на самом деле. Надо действовать. Блин, они не из той ткани, которая под... Глаза разбегались, я очень долго не могла определиться тем, что вообще я хочу на себя надеть. Поэтому я хватала все платье, футболки, штаны. Все это между собой не сочетается. Но думаю, ладно, в примерше разберемся, что и как дальше будем делать. В итоге все перемерила. Ну, как запасной вариант рассматривала. Думаю, нет, надо еще пойти посмотреть. Нашла блузку, потом нашла какие-то штаны. Обувь вообще все решила просто. Вот обувь надела и поняла, что еще нужно добавить. Взяла пижак и... Ну, вроде нормально. Сейчас я просто выбираю что-нибудь самое такое подходящее для меня. По размеру, не по размеру. И просто что-нибудь красивое. Примерял все, поэтому очень много времени уходило. Что-то в итоге подошло. В итоге я остался с двумя вещами. Раз и два. Всего на 600 рублей, зато дешево. Как истинные стиляги мы, походу, ориентировались именно на внешний вид и не на вес. Поэтому, как бы, с одной стороны все вроде нормально, а с другой стороны, как бы, можно было бы и подобрать. Мне тут очень нравится. Я тут часто бываю. Многие из моих вещей отсюда. Не конкретно из этого магазина, а вообще из Ульслана. Неординарность. А в обычных магазинах... Все довольно-таки такое банальное, наверное, обычное, привычное уже нам. А здесь есть такие довольно-таки... Тут много таких вещей, которых нет в других магазинах. Да. Ну, я просто ориентируюсь только на один цвет, когда выбираю вещи в магазине. Мой любимый цвет синий. Я очень много обращаю именно на вещи синих цветов. Но, к сожалению, сейчас тут очень мало синего, и я буду выбирать этот. Что стильно, что подходит под погоду, наверное. Я больше ориентировался больше на вес, чем на стильность и все такое. Ну, выбрал сразу это, что-то такое офисное, официальное. Он нашел один костюм. Он оказался мне мал и стоял в прюрке. Хотел его этот... Пришлось живот даже этот втягивать. Я вот, когда уже время вышло, 20 минут, я поглянулся и увидел стенд с остальными брюками, джинсами. Я их сейчас только увидел. А ты нашел одни брюки и ходил, да? Да. Вот так и проигрывает этот конкурс. Ну, ладно. Я искала по принципу, чтобы тоже вес был, и как бы смотрелось тоже неплохо. Просто сначала я приближалась глазами, быстренько взяла цвета, которые мне нравятся. Потом померила. Вроде размер не тот, пошла с другими брюками. Потом вроде что-то похожее на картинку было, и вот. Очень скромно. Джинсы и рубашечка. Мы большим чем не разрешали. На 592 рубля. Здесь у нас шикарный пиджак, блузка и брючки. На 772 рубля. Так, брючки, рубашечка, джемпирог и джинсовка. Также с ремешочком. На сумму 1215 рублей. Здесь у нас шикарный костюм, водолазка и ветровочка. С ремешочком. На общую сумму 1372 рубля. Какой ровненький, какой красивый. Ближе всех к сумме стипендий оказался Дмитрий Заграничный. Поэтому в этом конкурсе победила команда ЧГУ. Студенты Ранхикс на втором месте. На третьем будущие педагоги. Дальше всех от суммы стипендий оказались студенты Чувашской сельхозакадемии. Наш проект выходит на финишную прямую. Участники волнуются, переживают и готовятся к финалу. Ну а мы продолжаем следить за ходом событий. Смотрите наш проект каждый вторник в 20.30 в эфире национального телевидения Чуваши. Продолжение следует...